Проспект Ленина, район медуниверситета, офисы, магазины, аптеки и кофейни. Вот только подъехать и припарковаться рядом с ними, судя по знаку, могут лишь водители с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные должны бросать свои машины в другом, зачастую отдаленном месте, и идти в кофейню на своих двоих. К такому подвигу готовы не все, соответственно, бизнесмены теряют прибыль. Примерно у вас, хотя бы все не делал секундочку, да? То есть для малого бизнеса, я думаю, что это существенно. Сейчас реально у части населения вопрос попить кофе не только на самом первом, и есть люди, которые просто перестали это делать. Мы максимально возмущены тем, что просто закрывают парковки и делают ленина в верхней пешковой зоне, как у нас на Молтогольске, где старый базар, где вообще-то там два заведения живут, неплохо, но все, что туда дальше, в районе пешковой зоны, но там не подъехать, там очень мало гостей, которые на автомобиле. Во время дискуссии предприниматели, которые терпят убытки, спросили у чиновников о том, был ли проведен какой-то коммерческий анализ перед тем, как подарить полосу автобусам в ущерб бизнесу. Влияние на какие-то отдельные частные организации, но у нас таких действий не проводилось. Что нами проводилось предварительно, прежде чем внедрять выделенные полосы, это вот исследования нашего политеха, которые нам помогли, в принципе, всю схему транспортную вязать. Предприниматели, к слову, даже готовы скинуться на отдельные платные парковки у своих заведений, однако идею власти пресекли на корню. К сожалению, предусмотреть у каждого заведения отдельное парковочное место, по факту это приведет к разрушению основной концепции передвижения на общественном транспорте в городе. Потому что если ты позволяешь сделать у одного, к тебе приходит другой, и крючок за крючок, и это так все разматывается. А это противоположная сторона проспекта Ленина, альтернатива для парковки. Никаких выделенных полос для движения общественного транспорта здесь нет, однако бизнесмены не понимают, почему. Одно из решений, считают профильные чиновники, платные парковки в центре. Это неизбежное будущее Барнаула, убеждены эксперты. Но готов ли город к внедрению идеи платных парковок, смотрите в ближайших выпусках новостей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.